Здорово, это Шамшурин. Лучше сделать и кается, чем не сделать и мается. И, собственно, такая мораль этого видео. Короткая история. У нас на одной из практик был товарищ такой, он моряк. Молодой, красивый, военный моряк. И, в общем, человек в форме, как бы, да, то есть, ну, приехал он, конечно, не в форме. И мы поехали на метро, как мы часто делаем из нашего зала, где мы проводим теоретическую часть. Мы ехали в центр для того, чтобы там уже, не знаю, непосредственно заняться практикой, полями. И мы ехали в одном вагоне метро, там, допустим, я, еще мои коллеги и несколько человек было с тренинга. Остальные там, в других вагонах. Там была девушка, она стояла в форме, такая, ну, только я не помню, какой точно. Мне кажется, что это как бы, ну, не очень я разбираюсь, МЧС, я так думаю, все-таки. Вот. И, в общем, история следующая, что я увидел, как этот моряк прям смотрит на него и смотрит, смотрит. А это был первый день, ну, и все еще немножечко такие скромные, то есть, нужно их подталкивать и подпихивать. В итоге я говорю, слушай, я же вижу, тут смотришь, давай, иди подходи, пока вы здесь. Мы ему сказали с вами коллегами, какие есть варианты начать, но это самое главное было для него. И он пошел. Хотя перед этим, конечно, там где-то несколько секунд был такой диалог, что типа, блин, я не знаю, что сказать. Там, а как, а что я ей скажу? Ну, человека первое время колбасит, как бы это ключевое. Как, что? То есть, понимаешь, проблема такая, что человек думает, а что я скажу, а о чем мне поговорить? А вдруг это, а вдруг это? То есть, ключевое надо пойти и попробовать. Ну, и в чем был прикол, что когда он к ней подошел, он с ней проехал 4 станции. Он болтал с ней так, как будто бы он ее знает уже там 500 лет. Она вышла на одну остановку раньше нас, и, в общем, в итоге он вышел за ней. Мы говорим, давай, выходи там, бери у нее телефон. Вот, он вышел, взял телефон и на следующий день уже пошел с ней на свидание, чтобы ты понимал. А как бы ключевая история в следующем. Как бы мораль видео какая, что, по сути, он думал, что ему не о чем поговорить. И так думают все, и ты так тоже думаешь, когда ты смотришь, ты думаешь, блин, а что сказать, о чем поговорить? Да ты умеешь разговаривать с людьми. Ты нормальный мужик, ты интересный. То есть, с тобой в любом случае можно поговорить. А с некоторыми даже очень интересно можно поговорить. Просто в этот момент тебе нужна причина, ты себя недооцениваешь там и так далее. То есть, чтобы туда не идти. У всех такая история. У 99% такая проблема есть. Поэтому, когда ты говоришь, я не знаю, что говорить, сам себе говори, нет, я вру. Я очень сильно себя обманываю. Я знаю, о чем говорить. Я вообще все знаю. Надо просто пойти и начать. Вот этот вот участок, вот подошел, вот увидел, да подошел. Он самый, как правило, для мужчин такой травматичный психологически. Как только ты там оказываешься, ты уже хочешь, не хочешь, это такой эффект кольца парашюта. То есть, ты вынужден будешь все равно уже там как-то активизироваться и как-то начать разговаривать. Поэтому чуть-чуть вот надо просто вот себя туда закинуть, заставить себя туда пойти. Просто в чем смысл, что его напрягло, что женщина в форме. У него там какой-то бзик, что типа, если в форме, там, тем более, у него там какие-то ассоциации с каким-то старшим по званию, что-то еще какая-то херня. Это все были только отмазки. Какая разница? Девушка в форме, девушка без формы, девушка в бикини, там. Девушка на дорогой тачке, девушка не на дорогой тачке, девушка пешком, там, девушка с пафосным лицом. Это все только у тебя в голове. Ты пойми, что женщины так же хотят, как и мужчины, секса, обнимашек, целовашек, отношений, семьи. Мужчину, которому она будет гордиться, которого она будет любить. Возможно, что это ты, но ты не даешь им этого. То есть, ты такой, как это, знаешь, собака на сене. У тебя все это есть, ты нормальный мужик, но ты, сука, не даешь им себя. Разреши уже женщинам себя взять. Просто пойми, что ключевое. Они не будут сами это делать. Есть определенная тонкость, что тебе остается только самому начать подходить, начать знакомиться. Как бы нести себя туда. А там уже обязательно на тебя будут вестись во всех смыслах этого слова красивые девушки. Если ты будешь делать это нормально, адекватно и правильно. Они мечтают о том, чтобы к ним нормальный мужик подошел. И кто-то сейчас скажет, ну да, понятно, вы же ему сказали, что, во-первых, вы были рядом. Во-вторых, вы же ему сказали, что надо делать. Так смотри, у тебя сейчас есть отличная возможность. Продажи уже открыты. Даже если ты еще не вписался по ссылке для тех, кто купил систему. Уже открыта запись на марафон. То есть с 31 января по 3 февраля эта запись открыта. Ты можешь сейчас забронировать себе место. И мы также будем говорить тебе, что делать. Мы также будем рядом с тобой. Я физически вот так вот буду тебе звонить. Ты мне будешь звонить. Моим коллегам ты будешь видеть, слышать нас. И у тебя будет абсолютный эффект присутствия. Какая разница, что мы были там с ним в метро, что мы будем здесь на телефоне. И у нас реально были такие моменты, когда мужик не мог зайти в торговый центр. Просто нормальный мужчина, сибирский. Он стоит и говорит, я не могу, я понимаю, что меня колбасит. Он говорит, давай, включай видеосвязь. Он включил, говорю, привет, привет. Погнали вместе. То есть у него есть реальное ощущение того, что мы с ним вместе идем по его торговому центру. Я говорю, включай заднюю камеру, включай переднюю на себя. Показывай. Я говорю, вон там кто-то сидит. Пойдем, подойдем. То есть он подходит. Это реально как будто бы мы вселяемся в твой мозг и помогаем тебе реализовать эти задания и упражнения. Уже открыты продажи. Не пропусти. Четвертого мы стартуем. Это марафон, который будет 10 дней. Почему 10 дней? Чтобы ты привык. Не надо для этого будет делать каких-то специальных, уникальных вещей в своей жизни. Не надо увольняться с работы. То есть это плавно встроиться в твою жизнь. Самое главное прийти туда и самое главное там находиться. Просто быть на связи. Все. Остальное фактически мы сделаем вместе с тобой. И еще. Ссылка здесь под этим видео. Успевай. Это самый лучший способ, чтобы внедрить мою систему в жизнь. Чтобы получать те результаты, которые ты хочешь. И еще этот парень, моряк. Потом мы уже пошли знакомиться, практиковать задания в торговый центр. И такое часто, кстати, бывает, когда к моим ученикам подходят какие-то там люди с других каких-то школ, откуда-то еще. И они говорят, вау. И это было так приятно, когда ты это видишь, когда это при тебе происходит. То есть этот чел там где-то бегает. То есть ты смотришь за ним издалека. И смотришь, к нему подходит парень. И что-то там так вау, вау, вау. В общем, он подошел и говорит, слушай, вообще круто, невероятно, как ты это делаешь. И этот моряк потом говорит, слушай, мне так было приятно, что парень, даже больше приятно, что кто-то подошел, оценил, сказал, что ты охрененно это делаешь. А что ты проходишь, а кто это, а где это, а что за школа, а как научиться. И он говорит, я вот от этого кайфанул. Хотя он сам понимает, что ему страшно еще пока что было и дискомфортно это делать, но он это делал. А люди со стороны этого не видят, страшно, не страшно. Они видят, как это технически происходит. И такие, типа, вау, прикольно. Поэтому все только в твоей башке. Ты сам себе это придумал. Ты не представляешь, насколько это легко. Я жду тебя на марафоне уже через пару-тройку дней. Стартуем, мы увидимся с тобой там. И вместе будем делать все эти задания и упражнения. Ссылка здесь.